Я хотел ответить, что мы уже почти закончили и закончили с самой практической выступлением. Осталось только... Я хотел тоже примерно то же самое, только представить Павла Калинникова, который сделает у нас заключительное выступление, плавно переходящее в обсуждение. Коллеги, еще раз добрый день. Теперь в качестве спикера, точнее в качестве полставки спикера, потому что у меня очень короткое выступление. Я просто хотел рассказать о том, что делается в нашей онлайн-школе, которая называется Директ Академия, в области искусственного интеллекта. Еще год назад, когда мы впервые проводили нашу конференцию Гипердир по искусственному интеллекту, я, честно говоря, не представлял, как много в следующем нашем сезоне будет у нас деятельности, связанной с искусственным интеллектом. К счастью, нас подтолкнула сама жизнь, нас подтолкнули те люди, которые нас окружают. Появилось много интересных спикеров, авторов курсов, авторов вебинаров, которые нам предлагали интересные темы, и это вылилось, в общем, в достаточно серьезную часть нашей деятельности. Что у нас за прошедший сезон, да, это как отчет за прошедший год, было сделано по искусственному интеллекту? Ну, во-первых, у нас было около 30 выступлений бесплатных вебинаров в части искусственного интеллекта. У нас был создан канал Директ Академии Идеологии для специальных наших вебинаров встреч, где проводится в более диалогическом формате, проводятся встречи нескольких спикеров. У нас был открытый курс «Креативный интеллект» и у нас был коммерческий курс «Курс применения искусственного интеллекта в работе преподавателя». Последние два курса их авторы присутствовали сегодня здесь и уже нам докладывались. И среди нас тут даже есть участники, которые прошли оба этих курса или один из этих курсов, да, так что вот могут подтвердить. Итак, давайте начнем с самого начала. Наши бесплатные вебинары, которые Директ Академия проводит каждый день. И среди них, да, все эти вебинары мы выкладываем на наш YouTube-канал, на котором у нас уже почти 17 тысяч подписчиков. И вот мы создали такой плейлист, в котором в настоящий момент 27 записей вебинаров различных наших спикеров за последний год. Ссылка переведена. Собственно, без этих ссылок, наверное, особого смысла нет в моей речи. Но то, что вы это получите, вы сможете ткнуть по этой ссылке, перейти и посмотреть все это богатство, которое у нас есть. Да, ну, кроме того, у нас все наши, на нашем канале, все наши ролики размещены под лицензией Creative Commons. Это означает, что они бесплатны для использования с указанием авторства. Ну, это, я не буду углубляться в суть этой... Да, доступны для использования вплоть до, ну, не переработки, а как-то сказать, можете по частям оттуда брать кусочки. Лишь бы была ссылка на нас, это можно использовать. Далее, у нас появился новый канал, который называется Директ Академия Диалоги. Он новый, молодой, и на нем лежат достаточно качественные ролики. За этот канал у нас отвечает наш коллега, который специально занимается этим каналом, Вадим Юрьевич Курпаков. Спасибо ему за этот новый канал. Здесь у нас лежат ролики, которые, как я говорил, содержат в себе не отдельные вебинары в основном, а встречи. Диалоги встречи двух, трех, четырех и более спикеров. Такой более прогрессивный формат. Вот, мы решили это оформить в виде отдельного канала, вот, с тем, чтобы как-то не смешивать с нашими роликами вместе. Для доступа это тоже бесплатно, то есть заходите на YouTube по вот этой ссылке. На канале пока не очень много роликов, но вот поэтому даю ссылку прямо на весь канал. Не все, но более половины роликов посвящены искусственному интеллекту, так что прошу тоже использовать для бесплатного использования. Наша неожиданная удача – это курс «Креативный интеллект», который мы делаем по… сделали вот недавно завершили, 17 июня, завершили… Курс был проведен по гранту президентского фонда поддержки культуры, если не изменяет память, именно так это называется. Вот, и в нем нам, на мой взгляд, удалось… Да, курс был бесплатный для конечных пользователей. Мы, честно говоря, вот, честно вам скажу, мы даже боялись сделать открытую рассылку по доступу в этот курс, потому что я представлял, чем это закончится. Нам надо было обучить 25 человек, и мы сделали закрытую рассылку по тем нашим слушателям, которые хорошо себя проявили на других курсах. И все равно набрали больше количества людей, чем нам надо. Авторы – Анастасия Пахорукова, которая здесь выступала, и Сергей Павлов, который в основном отвечал за ту часть, которая посвящена звуковой информации. Отзывы я по курсу пока не собирал, но то, что слышал, это были замечательные отзывы. Ну, что самое интересное, курс открытый. Да, вы можете посмотреть программу вот здесь. А также вы можете посмотреть сам курс, так как за этот курс уже заплачено, то он пока… его записи висят в открытом доступе. Вот целый плейлист у нас создан, и вы можете перейти и сами пройти этот курс. Конечно, тут есть некая хитрость, что записи вебинаров не заменяют прямой работы с преподавателем по заданиям и так далее. Но, тем не менее, полезность от этого несомненная. И вот кто из вас хочет, может весь этот курс по свежим следам посмотреть. Как говорил, правда, Алексей Гольдин, через два года это все будет смешно, поэтому пользуйтесь прямо сейчас, вот, и на потом не откладывая. Ну и, наконец, последний курс, о котором мы тоже здесь говорили, это уже коммерческий курс применения искусственного интеллекта в работе преподавателя, автор Сергей Пехтовников, которого мы тоже все здесь слышали. Курс прошел, вызвал аншлаг, у нас на нем было 55 человек, вот, то есть 55 человек, заплативших свои собственные деньги. Да, это дорогого стоит. Вот ссылка на лендинг этого курса. Курс, второй раз курс пройдет, 28 сентября начнется. Так что, если кто-то для себя решит поучаствовать в этом курсе, милости просим. Кстати, предыдущий курс мы тоже будем запускать, пока не знаю повторно. Нам разрешено условиями гранта повторно и далее запускать этот курс уже в коммерческом формате. Так что, кто пропустил, ну, во-первых, смотрите записи, а во-вторых, можете записаться на, когда он будет у нас объявлен, можете записаться на него. Курсы разные, сразу скажу, они не конкурируют между собой, разве что на небольшую часть пересекаются. Вот, поэтому, ну, по искусственному интеллекту, наверное, можно сделать 10 неконкурирующих курсов. Вот, поэтому мы, наверное, в этом направлении будем идти. Вот, ну, и, да, вот, то же самое с QR-кодом. Я, правда, не вижу, чтобы кто-то здесь QR-коды пытался использовать по помощи телефона. Ну, вот, есть и ссылка, и QR-код, как угодно. Ну, вот, собственно, и все. Вот за год у нас случилось два курса и два больших раздела бесплатных, записи бесплатных вебинаров. В следующем году мне уже сложно представить, наверное, будет еще, ну, может, не в несколько раз, но гораздо больше материалов по искусственному интеллекту. Популярность этого направления не спадает, популярность заслуженная, потому что действительно в этом есть и смысл, и польза, и есть и боязнь, что это что-то будет такое, что лишит нас работы. Так что я думаю, следующий год тоже пройдет, учебный я имею в виду, тоже пройдет под вот этой вот, под искусственным интеллектом, под этой темой. Ну, и последнее, наша, собственно, Директ-Академия, наш сайт, где мы каждый день публикуем расписание наших бесплатных вебинаров, а также все наши курсы. Вот, ну, в этом году вебинаров уже почти не осталось до конца июня. Вот, а вот со следующего сентября, как обычно, мы, у нас начнется девятый наш сезон. Милости просим, приходите в любом качестве, как авторы курсов, как авторы вебинаров, как слушатели вебинаров, как участники курсов. Мы готовы вас принять, оказать вам качественную образовательную услугу. Вот. Просим любить и жаловать нас. На этой ноте я перехожу к итогам. К итогам, да, на вопросы тоже готов ответить, да. Я, как всегда, с словами благодарность, потому что я именно тот человек, который прошел оба курса. И вот сейчас в нашем чате дисциплин курса, который посвящен креативному интеллекту, люди пишут, что я очень часто вспоминаю именно эти курсы, они мне нужны каждый день. Вот, наверное, больше и сказать нечего. Практика ориентированная, я сейчас за них агитирую. Спасибо. Я занимаюсь рекламой. Да, вообще мы бы, наверное, никуда бы не двинулись в Директ Академии без наших благодарных слушателей, которые нам составляют рекламу. Практика ориентированная, не только теория. Поэтому, конечно, вебинары – это здорово. Но они окажутся не совсем полны, если не пробовать делать задания. Кстати, в вебинарах там озвучивается задание. Не пробовать делать что-то руками. Совершенно верно. Спасибо. Спасибо. Наверняка. У нас весь мир конкурента. Сейчас эта область такова, что куда ни ткни, на меня вот из каждого чайника сыпется искусственный интеллект, искусственный интеллект. Вот во ВКонтакт зашел, сразу там консалтинг по искусственному интеллекту. Куда-то вошел еще. Так что да, это очень конкурентная область, конечно. Коллеги, теперь уже вопрос. Не обязательно по выступлению Павла. Может быть, кто-то хочет какую-то рефлексию или какие-нибудь еще модные тезисы. Да, конечно, конечно. Не знаю, я проще встать. Я думаю, что поближе тоже. Можно, Павлович? Да, конечно. Во-первых, все нормально, коллеги? Во-первых, надо, мне кажется, поблагодарить наших замечательных организаторов. Мы предоставили площадку. И я еще раз считаю, что это был очень правильный шаг. Для себя, подытоживая, да, некий, каждый все равно имеет собственные итоги. Он должен что-то вынести с таких мероприятий. И очень приятно, когда ты за время какого-то мероприятия пришел к каким-то выводам. Для себя что-то определил. Маленький это шажок или большой. Главное, что ты что-то вынес с определенного мероприятия. Я для себя, на самом деле, очень много вынес. Первое, что мы, безусловно, стоим в такой точке, когда расходятся дальше пути, возможно. Да, бум, наверное, первый маркетологический прошел. Пошло освоение практически. Мы это видим. Второй момент. Мне очень кажется, мне кажется, что ситуация похожа, когда появлялись вот IT-продукты после того, как Microsoft активно стал продвигать свой пакет Microsoft, да, и Word, и Excel, и так далее. Потом это стало, помните, основным инструментарием для миллионов и миллионов. До, как я говорю, до Windows, до какого-то набора. Сейчас тоже мы стоим, мне кажется, в той точке, где дальше это станет уже обыденностью, а сейчас все могут от мысли, что это экзотика, просто начать уже пользоваться какими-то реальными, конкретными продуктами. И что важно, надо, наверное, разделить, что в начале было ощущение, что искусственный интеллект – это какая-то научная, оторванная, может быть, от простого пользователя тема. А сейчас мы видим, это вполне себе, может быть, даже какой-то рядовой инструмент, который здесь и сейчас надо уже использовать. И чем скорее мы все придем к этому простому выводу, тем быстрее мы пройдем эволюцию от восторгов и ожиданий. Я помню, как в библиотеках появлялись как раз курсы компьютерной грамотности. Помните, там элементарно, начиная там от молодежи и стали заканчивать уже пенсионерами во всех областях. И я помню то же самое, было ощущение, что компьютер от загадочного чего-то на столе, он потом стал обыденностью, мы об этом уже не думаем, не размышляем. То есть просто изменилась парадигма. Поэтому и самое главное, что именно вот такие мероприятия, когда встречаются практики, говорят понятным языком, скажем так, пользователю, делают это доступно, это, наверное, важнее, чем любые, так сказать, научные конференции, потому что это двигает нас к правильному пониманию. И Константин Николаевич сегодня тоже вот выступая, задавался вопрос, а что будет дальше? У меня тоже, я постоянно на протяжении всех выступлений, мне показалось, что какой-то контур вырисовывается. Мы видим просто, что задачи будут решаться немножечко по-другому. И как и с первыми системами, которые были разработаны, поисковыми, помните, обрастали сервисами, функциями, фильтрами, контролем, разочарованием. Помните, когда вот казалось, вот сейчас Google и все у нас прямо в поиске. И строку мы проходили, возвращались к более сложным поисковым системам, интерфейсам, все это. Вот мне кажется, мы, возможно, сейчас пройдем всю эту эволюцию, и она только начинается. Спасибо вам еще за то, что вы собрали вот в такой очень сжатой форме, столько вопросов затронули. Начиная не только просто от образования, но от личного, мне кажется, использования. Тут многие могут сказать, что они в своей профессиональной практике, может быть, что-то кто-то зацепил и попробует. Спасибо большое. Рады стараться. Да, конечно, мы переходим уже к обсуждениям, где можно не только задавать вопросы, но и говорить реплики, и между собой переговариваться в более свободном таком общении. С вами Юрий Павлович. Хочу сказать огромное спасибо. Ну, наверное, от всех присутствующих, но отлично от себя, потому что с директора Академии через Елену Ходок я давно знаком, так и почти на всех вебинарах принимал участие, так и все то, что сегодня происходило, это действительно очень интересно. И всем спикерам, которые выступали, огромное спасибо, потому что это конкретный, интереснейший материал, который можно абсолютно в полном объеме использовать в учебном процессе. Я благодарю всех вас персонально за эту прекрасную конференцию. Спасибо. Ну, может быть, еще кроме... Да, вон, сейчас, минутку. Я чуток подытожить свои мысли по поводу того, что сегодня послушала. Мне прям понравились разные ракурсы, как мы посмотрели на искусственный интеллект и на нейросети. Но знаете, в чем я еще раз убедилась? Что это от человека зависит, как мы формулируем задачу, к какой задаче мы прикладываем нейросетку, как мы оцениваем, справилась она или не справилась. И в этом смысле компетенция человека, который работает с нейросетью, мне кажется, еще сильнее вырастает, и требования к этой компетенции еще больше вырастают, чем оно было до искусственной интеллектной эры. И поэтому я, конечно, в человечество не верю, но в отдельных человеках иногда да. Поэтому большое спасибо за человека, в которых вы здесь собрали. Спасибо. Спасибо. Коллеги, какие реплики еще? А можно задать вопрос оставшимся спикерам? Оставшимся в живых. Оставшимся в живых. Если можно, я маленький комментарий тоже. Да, конечно. Вообще... Вы подойдите тогда? Маленький комментарий, да, все-таки, если позволите. Удивительное время мы живем. Я когда в свое время начинал свою, даже не трудовую, да, учебную деятельность, это были перфокарты, помните? Такие бумажки, да, с дырочками. И даже перфоленты. Это было круто, да, и вот немножечко еще в репреспективе чуть-чуть назад. То, что мы сейчас называем генеративным искусственным интеллектом, ну, со свифтом, конечно, это в каком-то смысле такой пример был литературный, да. А вот с точки зрения технического примера и предпечи той реальности, в которой мы сейчас живем, мне кажется, правильнее было бы привести пример Ванавара Буша, который придумал такую штуку, которая называлась литературная машина, да, литературная машина, которая позволяла... Она никогда не была реализована, это 40-е годы прошлого столетия, которая позволяла, вернее, помогала бы, если бы она была сделана механическая, составлять новые законы. Это библиотека Конгресса США, да, в которой для автоматизации деятельности законотворческой, законодательной деятельности конгрессменов была придумана машина, которая должна была собирать книжки по определенному промту, как бы мы сейчас сказали, да, и эффективнее, обеспечить эффективность их работы большую гораздо, чем тогда. И вот мы сейчас на категорически новом технологическом уровне вернулись к той же самой задаче. Мы тоже генерируем тексты, но теперь только не в рамках библиотеки Конгресса. Во всем мире, да. И вот это любопытная, мне кажется, такая штука, когда наш цикл развития, да, вот вышел на ту же точку, но только с очень большим таким гэпом в части технологий, но вот то, о чем мы говорили, осознание происходящего, может быть, еще оно где-то впереди, да. Мы еще не догнали, а что же на самом деле произошло. Вот такой комментарий. Спасибо. Спасибо. Я хотел бы поблагодарить нам с онлайн-частников, а также с Китер, которые занимались, и мы принимали участие на онлайн-части нашей конференции. Спасибо большое. У нас на онлайн-частнике писалось более тысячи человек. Сколько было, фактически не зная, но максимум не видел 73-40 человек. Значит, суббота, наверное, дадут стоять 300 на нашем мероприятии. Это кроме нас. Спасибо большое. И на этом, наверное, можно нашу подпиолетовую поддержку.